В Управлении Росреестра по Мурманской области подвели итоги работы за прошедший год. При непосредственном участии ведомства за последние пару лет было принято 40 федеральных законов, а 29 инициатив находятся на стадии разработки. Осенью прошлого года вступил в силу закон о гаражной амнистии. При активном участии Управления Росреестра правительство области утвердило перечень документов, которые предоставляются для подтверждения прав на гараж. ЕГРН уже содержит сведения о 60 тысячах автобоксах, и около 18 тысяч из них не имеют сведений о владельцах. За 2022 год практически тысяча граждан могли воспользоваться этой возможностью и зарегистрировать права не только на гаражи, а гаражная амнистия позволяет зарегистрировать права и на земельные участки, сделать это тоже в упрощенном порядке. С июля прошлого года вступили в силу поправки и в закон о дачной амнистии. Согласно им, упрощен порядок оформления документов на земельные участки и дома, построенные до 1 марта 1998 года. Такое право будет действовать до 1 марта 2031 года. 400 индивидуальных жилых домов было поставлено на кадастровый учет. Из них это 99 садовых домиков, 13 жилых домов. И всего было зарегистрировано 230 прав на дачные и садовые дома и 777, такая красивая цифра, на индивидуально-жилищные дома. Всего в прошлом году на кадастровый учет было поставлено 3817 земельных участков. Из них около 2000 в населенных пунктах и почти 1000 из земель сельскохозяйственного назначения. Если делить нашу территорию по принципу, где больше спрос земельных участков, это, конечно, Кольский район. И далее по Ниспадающей, Кандалакша, город Апатиты. Ну и на последнем месте у нас стоит Мурманск, где в прошлом году было приобретено всего 118 земельных участков. А еще в июне 2022 года состоялся переход на безбумажный документооборот с МФЦ. Это позволило сократить срок рассмотрения всех заявлений до трех рабочих дней. Что касается электронной ипотеки, то объем обращений составил более 81% от общего числа обращений на регистрацию за год.